Unravel Именно каждый Понимаете Это не игра там допустим для любителей платформеров Не игра там допустим для казуалов Не игра для хардкорщиков Она для всех Понимаете дело в том что в Unravel Сошлось все то Что хочется видеть в платформере Здесь нету никаких кривых хардкорных ходов Которые очень любят нынешние инди-разработчики И даже инди-разработчики Которых лелеют И считают прекрасными Здесь нету Ретро пиксельной графики Здесь нету 8 битного саундтрека А игра стоит в принципе те же деньги Что и любая другая Ну по крайней мере в долларах Мы все знаем то что в рублях Тут очень странные решения принимают издатели Но это уже как бы Мнение издателей и так далее Unravel сочетает в себе потрясающий Интересный геймплей Разнообразный Красочную стильную картинку И что самое главное Трогательную И очень тонкую Незаметную историю Да В основном вы будете бегать здесь 95% времени И решать различные загадки и прочее Но оставшиеся 5 Вы проникнетесь тем Что хотели сказать разработчики И это поддерживает Потрясающий саундтрек Игры И поддерживает потрясающие Визуальные составляющие И она просто как бы Основывается на весьма таких Жизненных мотивах В то же самое время Предлагаю вам потрясающий Геймплей Который никак с этим практически Не связан Просто является как бы То есть не геймплей является А вот все то что я сказал Трогательное Оно является как бы оболочкой Того во что Включен геймплей А сам геймплей Это платформер В котором соединились вместе Головоломки Основанные на физике Головоломки простые какие-то там Где вам нужно Принести один блок К другу К одному месту И поставить соответственно Его куда нужно Соединились моменты В которых вам нужно От кого-то убегать Соединились экшн моменты Соединились моменты Где вам нужно Исследовать территорию Ну естественно Это все не в таких Больших масштабах Как можете представить Но 6-7 часов В зависимости от того Как вы проходите Эта игра вас пройдет Что экрана будет интересной От начала до конца Потому что Это одна из тех игр Которая вам Каждую секунду Предлагает что-то новое Если вдруг Это не какой-то Новый геймплейный элемент То это допустим Новая красочная локация Эта игра Она сойдется на Fire Engine Но она просто Просто потрясающе выглядит Каждая локация Она создана Вручную Вот это просто Видно То что Не просто Generic location Какой-то там Я не знаю Созданный из блоков Там Всяких пиксель арта А на самом деле Вручную Созданный мир Которым Ну Который просто красивый Который хочется просто взять И поставить себе На Скринсейвер Я не знаю Там на рабочий стол В принципе Вы просто погуглите Скриншоты Unravel Вы не поймете Это как бы Приндеренная картинка Это игровой скриншот Или что Конечно же Была бы Еще больше фотогеничность Если бы не Очень забавный Клевый герой Который не говорит Ни слова Он Не Вот У него нет никакого Бэкграунда Он воспринимается лишь Визуально И визуально Он просто клевый Главный герой Это Просто фигурка Из ниток Которая Разматывается По ходу дела И Вы должны Во время геймплея Вы должны Находить нитки Снова наматывать На Его зовут Ярни На Ярни Ну то есть Клубочек И бежать дальше Сколько мы не говорили То что Electronic Arts Это корпорация зла Прекрасно что они дают свет Вот таким проектам Которые Вот Просто если вы Приобретете То Пусть даже вы И ощутите То что может быть Он немножко дорогой Но как бы Вы не будете жалеть О том что вы потратили Там допустим На 200 рублей дороже На эту игру Потому что она Потрясающая Душевная Ну и сейчас Будет повторение слов Я потому что Неправильно построил фразу В общем Она создана С душой Вы знаете Она просто Просто добрая Хорошая игра Которых на самом деле Сейчас мало Учитывая Сколько всякого Пиксель арта Хардкора И прочего Дисбалансного отстоя Которого сейчас есть на рынке Учитывая еще и Всяческие Early Access И Steam Greenlight Ну вы поняли О чем я говорю И знаете Я сейчас не шучу Вот сейчас Все шутки отброшу Я этой игре Ставлю 9.5 из 10 Потому что Это один из Самых потрясающих Платформеров Который играл В своей жизни Вообще Он Запоминающийся Он трогательный Он интересный Он просто Он просто крутой Понимаете Это игра Которую Нужно пробовать Да Цена завышенная Я понимаю Тысяча рублей Это много Это много Потому что Ну в рублях По крайней мере Потому что Допустим За границу Она стоит 20 долларов А там Все таки игры Стоят 20 долларов А у нас Если сравнить Там игры В Steam И тут То вы можете На тысячу долларов Купить две игры Допустим Какой-нибудь Ведьмака Или еще чего-нибудь Поэтому Конечно же Знаете К такому привычному Обычному человеку Да Если ему денег жалко То стоит подождать Естественно Скидышки 50% И эта игра Никуда не убежит Это ничего Там Ни какой-то прорыв Да понятно Но это просто Отличная Отличнейшая игра У которой Просто Нет недостатков Если вы видите Недостатки в этой игре Скорее всего Это недостатки Вашего мозга Потому что Вы просто-напросто Не можете разгадать Какую-то загадку И вы чувствуете Что это тупо А на самом деле Тупой вы Ну вот У меня было такое Дело Я почувствовал то Что я тупой На самом деле И игра тут ни при чем Поэтому Если что-то не так В игре То скорее всего Это вы А не игра Да Ну вот В принципе Все что я хотел сказать Большое спасибо За внимание Увидимся с вами В больших Эллинвью Ну и может Такие мини-ревьюшечки Какие-то будут появляться Если вдруг Какая-то будет хорошая игра О которой много не скажешь Но Рассказать нужно Для тех людей Которые не посмотрели прохождение Или Просто пропустили Эту игру До свидания С вами был Эллин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok